Здравствуйте, мои дорогие! Опять мы здесь, мы будем опять читать библию, это вторая часть нашей темы, которая называется «Дары Духа Святого». И мы в первом видео остановились на 10 стихе. Давайте я быстренько опять прочитаю с 8 стиха. Мы остановились, чтобы продолжить, как бы слиться и продолжить. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному веры, тем же Духом, иному дорасцеления, тем же Духом, 10 стих, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному исфакования языков. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо как ему угодно. Посмотрите, какая сила в этих словах Божьих, в этих обетованиях, именно заповедям Божьих. Смотрите, в 10 стихе опять «И новому чудотворению». Потому что, знаете, почему я делюсь этим? Потому что слово мне говорит, я в него верю, и оно начинает работать внутри меня. Оно начинает работать и творить, и делать то, для чего оно предназначено. Смотрите, иному чудотворению. Вот я, смотрите, у Господа я спрашиваю, значит, дары Духа Святого, значит, Дух Святой внутри меня. Значит, твое слово говорит, Дух Святой внутри меня, значит, Он есть, который дающий дары. И также слово твое написано, что Дух Святой, это вот 9 даров, сам Дух Святой, это дар, и у него 9 даров, и Он эти дары как бы распределяет каждому, через кого, как Он хочет. Как Он хочет, сегодня так, сегодня так, как Духу Святому угодно в этот момент. И мы являемся сосудами, которые, мы сосуды, которые сказали, Господь, Ты веди нас, Ты используй нас для благо, для славы Своей и во благо Церкви, во благо всем верующим, да, детям Твоим. Для этого нам дается это. И поэтому Дух Святой, Он распределитель, Он распределитель даров, своих же даров, да, Дух Святой. Значит, Господь, написано, поставит нас в служение этими дарами, и уже в действие производит сам Бог. Так и написано. Действие производит сам Бог. Мы раньше читали, ранее, да, в ранних стихах, в 10-м. И, ну, что такое чудотворение? Чудо сотворилось. Что такое? Как Господь сотворил чудотворение? Первое чудо, что, где произошло? Первое чудо произошло в Кана, в Каннах. Кана, 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 по-моему, Канен. И произошло на свадьбе. На свадьбе вы должны были, значит, вино закончилось, и Мария, Мать Иисуса, говорит, что там вино закончилось, а дети, люди только что вот пришли, вот гости только разошлись, и вот вина нету, как бы неудобно. Только это такая культура еврейская, там, значит, вино, оно всегда присутствует, вино, оно всегда олицетворяет в плодороде, дайте вино, чтобы сердце развеселилось, там, если унылому написано. И поэтому вино, оно играет огромную роль на свадьбах, на вот этих празднествах еврейских. Поэтому, когда Иисус сделал из воды вино, это было первое чудо, то есть была вода, теперь оно вино, да. И поэтому в нашей жизни, да, в нашей жизни, когда мы просим у Господа, Господи, я просто хочу чудо. Вы знаете, у меня были эти чудеса, маленькие и большие, их просто каждый день, их просто, это я даже не могу, надо мне сидеть и писать, и маленькие и большие чудеса, которые происходят в Господе через веру, через прошение Бога, и Он делает это. Вот одно из таких чудес, мне кажется, что чудотворение всегда идет рука в об руку с верой. Дух, как бы, гефт, сейчас по-русски скажу, дар веры, дар веры, и чудотворение рука в об руку ходит. Потому что, вот сейчас расскажу быстренько один пример. Был он, значит, в Вашингтоне, где я живу, сейчас я живу там частично здесь, большие штормы бывают, такие ветра дуют, там с океана дуют, что там, знаете, деревья прям ломают, ветки там падают, провода, провода, значит, в общем, сильный ветер, там даже, знаете, иногда вот даже сносят все. Не ураганы большие, вот такие вот hurricanes, да, ураганы, а именно такие шторма, ветра такие дуют иногда с океана. И в один день, и каждый раз, когда дуют такие ветра, свет там гасится, свет там, провода там надо чинить, опять восстанавливать. Такие бывают у нас иногда оказии в штате. И в один из таких дней, когда началась вот эта буря, вот эти шторм, вот эта началась, и у меня рос дуб возле дома, огромный, молочий дуб, и вот этот дуб стоял возле, прямо возле окна моего, моей спальни. И вот у меня уже спать, надо же завтра утром опять на работу рано идти, и этот дуб, знаете, ветками прямо вот на крыше, прямо вот прямо взламывает крышу, такой гол, такой шум, такой треск стоит, я не могу спать. И я думаю, что, и у меня в доме все на электричестве, знаете, все, даже электропианино в то время было. Я была в другом доме, жила. И, знаете, я думаю, как же, если света не будет, значит, завтра у меня студенты придут там, значит, у меня все, у меня все. Если не будет света, не будет тепла, это все. И я не могу же так, мне надо, и я сказала, что Господом надо делать эти чудеса. Чудеса происходят каждый день, и Господь, и Божье имя, все Ему подчинено. Я пойду, и что-то произойдет, сказала я себе. Я вышла на улицу, и вот эта буря меня самой сносит. Я встала на улице, я как подняла руку и сказала, во имя Иисуса Христа, я с чумом ищу их, я говорю. Иисуса Христа, я запрещаю тебе ветер, успокойся, не ходи. И я, знаете, вот там была, мы жили в том районе, где вот такая главная улица, и вот эта главная улица распределяется на другие маленькие улицы. И вот наша улица была вот такая, полукруг, такой колдосак называется. И там дома вот стоят. И вот мой дом один был в одном из таких, этого района. Я говорю, уходи с моей улицы, ветер, ты не повредишь ничего, отойди отсюда, иди там в другом месте гуляй и шторми, но здесь, чтобы тебя не было. Потому что я буду должна выспаться, и не трогай нашу мою улицу. Я помолилась за всю улицу, за свою, и утром, и пошла спать, и мне вдруг так сильно захотелось спать. И вдруг на меня навалился этот сон, и я уснула, и я даже не слышала там, что, как. Утром проснулась, и я совершенно забыла, что был шторм. Собралась, оделась, смотрю, выехала на главную улицу. Там везде ветки валяются, света в городе нет. Меня объявили, что там задерживаться на работу не надо. Там света нету, генератор там еле-еле, там не надо. В общем, вот такая ситуация, что в городе света нет, почти по всем городе, почти. На нашей улице света есть, ничто не сломано, ничто. Мой дуб стоит, моя крыша прекрасна, ничего, даже больших сломанных веток никаких нет, ничего нет. А во всем городе, вы знаете, я пожалела, что я, наверное, надо было мне помолиться за весь город. Надо было мне помолиться за всех, а я, вы знаете, как это, за себя только запреживала, и мне Господь. Вы знаете, вот это чудо происходит, чудо, вы, у нас есть имя, имя, это имя делает чудеса, тут нет никакого, знаете, заслуги моей, никакой. Просто я призвала имя Иисуса Христа, я поверила, что вот Господь так сказал, я так и сделаю сейчас. И ветер послушается мне, потому что он не послушается меня, он послушается Дитя Божие, которое знает имя, которое знает и упывает, и берет это имя, сильнейшее имя, за которым сильная сила стоит. И вот это чудотворение было, и, конечно, это было одно из, я просто рассказала, одно из моих свидетельств. Дальше, иному пророчеству. Вот меня Господь использовал, может быть, действительно, на моей улице людям действительно нужен был свет. Кому-то, кроме меня, действительно, я знаю, что там жила женщина, у которой дочь была инвалид. И я думаю, что им еще больше нужно было свет, чем мне. И, понимаете, она была верующая. И, вы знаете, чудотворение, чудо можно творить, да, во славу Господа и во благо нам, верующим, да, друг к другу. Дальше, пророчество. Сколько раз Господь брал мой язык и пророчество. Знаете, пророчество и слово знание, мне кажется, что это, если вот это чудотворение и вера ходят рука об руку, мне кажется, что пророчество и слово знание, оно ходит, потому что слово знание мы знаем, мы знаем эту ситуацию, что происходит, что человек думает, что с человеком происходит. У нас есть знание на эту ситуацию. И поэтому человек начинает думать, да, действительно, Господь видит, Господь знает мою ситуацию. А вот пророчество, оно, мы, не то, что мы знаем, что происходит, из чего дается знание, а Духом Святым этот именно дар, а именно мы знаем, что произойдет и что будет, и какой человек может избрать путь, и какой Господь ему указывает путь. И, как всегда, пророки говорили, пророчество было, что будет война, но вы, например, отдайтесь, например, не закрывайтесь, а отдайтесь врагу, и вы будете живы, например, пророку было сказано. То есть будет говориться наперед будущий, и пророчество будет, что будет впереди, и еще будет какое-то предостережение для людей, для церкви. Да, пророчество. Смотрите, дальше, сколько раз, это в моей жизни было очень много раз, очень много раз я могла бы, у меня люди даже приходили и говорили, вот ты сказала, и сказала так-то, так-то, на будущее, и так и произошло. Я даже не помню этого человека. Почему? Потому что Дух Святой проговорил через меня, я даже не помню, когда это что было. Потому что дар Духа Святого работал через меня, как сосуд, и Иисус меня поставил для служения, и Бог это произвел. Да, так происходило, поэтому я не могу, я здесь ни при чем опять говорю, мы здесь ни при чем, это Дух Святой работает в нас. Дальше, смотрите, иному различение духов, иному разные языки, иному исцелкование, развлечение духов, это тоже много, понимаете, мы живем, мы живем не только, что мы видим своими собственными глазами, а у нас мир, мир духовный, он более реальный, чем наша реальная жизнь. То, что мы вот осязаем, видим, ходим, слышим, дышим. И духовный мир еще более реальный, еще больше сильнее, еще больше значимый, как сказать, и поэтому Дух Святой нам дает знать, какой Дух действует зачем. Мы знаем, потому что это дано нам от Духа Святого. И я знаю, что время было, когда Господь меня призвал именно изучать врага своего, Господь сказал, я хочу, чтобы ты хороший генерал, полководец, полководец кого? Полководец своей же веры, своих же молитв, я же полководец своих молитв, и ангелы нам в подсобье помогают. И Господь хочет, чтобы мы знали врага своего, что как Сатана орудит, какие у него враги, какими духами он пользуется, через кого, и как этот Дух проявляется. Мы должны об этом тоже знать и разуметь это, и различение духов. Например, я сейчас могу уже, человек начинает говорить, или что-то он рассказывает про себя, я уже замечаю, какой Дух манипулирует этим человеком. Потому что Датанина мне знает, это знание, различение духов, это прекрасный дар Духа Святого. И Господь ставит на служение, и Господь, и Бог работает, и делает это, чтобы на изгнание, я, конечно, очень часто была использована пасторами, ну не использована пасторами, а как приглашена на молитвенные, на конференции где-то, где меня просили просто за изгнание духов, и распределение этих духов, и за изгнание, за исцеление, за освобождение этих духов. И оно, конечно, происходило, и просто перед ногами я видела зрелище, просто зрелище, как они выходили. Это они в ужасном состоянии, ужасным, у них ужасный облик у этих нечистых духов. И я была использована, потому что я, опять же, ничего не приписываю к себе, ничего я к этому отношению не имею, я была использована как сосуд Божий в то время, когда я должна была это делать. И я думаю, что в будущей жизни Господь будет использовать всегда, нас всегда использует. И ному разные языки, и ному исполкование языков. Разные языки, это разные языки бывают. Значит, у нас есть случаи, когда у нас вдруг идет на языке, мы говорим на языке этой национальности, идет язык, мы даже не осознаем это, он идет, мы говорим чистящим языком. Такие случаи, очень много было в книге Деяния написано об этом, и много очень свидетельств за это. У меня у самой есть свидетельства за это тоже, когда я начала петь, духом петь, и духом на иных языках, и ко мне подошел пацан, и сказал, ты пела на... Потому что он изучал этот староеврейский язык, на котором было написано Писание, и он изучал староеврейский и греческий, на котором было написано. И он сказал, что вот ты на староеврейском пела, и вот то, что вот эти слова, я эти уже знаю слова, и ты эти слова произносила во время своего пения на языках, в духе. И это тоже разные языки и истолкование. Знаете, когда есть разные языки, для меня это однозначно, когда человек в церкви начинает языками молиться, мы должны обязательно иметь истолкователь. Но это другая тема, это все, как в моей жизни происходило, я была, я была, как сосуд, использована Господом, и Господь использовал для блага церкви, для блага верующих, во славу Господа. Но и не только были случаи, когда люди, которые искавшие Бога, которые не знали Бога, не верующие, и для них тоже шло слово пророчества, очень много пророчества, слово знаний шло, через них люди приходили к Господу и веровали. И вот для этого все, слава Богу, мы делаем, мы делаем, мы есть, сосуды Божии. И мы никогда не можем сказать, что я истелил, я, я сказал. Нет, это Дух Святой все делает, проявляется в нас, и Господь работает, и Иисус Христос ставит на служение. Это все, это все в одном, и оно все принадлежит, оно принадлежит вам, оно принадлежит мне, оно принадлежит всем верующим. Пожалуйста, вот это мое откровение, я этим живу, я через это живу, оно нормальный процесс моей жизни, как мое дыхание, поэтому я просто вас очень вдохновляю, чтобы вы искали, и написали, что ревнуйте о дарах, ревнуйте о дарах. У нас будет еще третья часть, я бы хотела бы дополнить эту тему, и в третьей части я больше раскрою, там больше, то, что Господь мне открыл, и мои свидетельства, как всегда. Благодарю вас, благословляю вас, пусть Господь это Слово в вас внедряется, и оно растет в вас, и приносит чудесные плоды. И ваша семья, пусть вся придет к Господу, да благословится имя Господа, да прославится имя Его в вашей жизни, в вашей семье, в ваших детях, в ваших внуках, во всех близких, родных и всех людях, которые вы знаете. Во имя Иисуса Христа, Леонид Иисус. Леонид Иисус.